В центре сюжета странный человек по имени Прот, который утверждает, что он прилетел с планеты Капекс, его сочли психически ненормальным и поместили в соответствующие заведения. Прот был направлен в психиатрический институт Манхэттена после того, как специалисты не смогли поставить ему диагноз. Заведующий отделом клинической психиатрии доктор Марк Пауэлл заинтересовался этим пациентом особенно, и в дальнейшем сюжет раскручивается на фоне их отношений. В целом Прот выглядит совершенно здоровым и необычайно интересным человеком и собеседником, чем и привлек особое внимание умного и успешного доктора Марка. Прежде всего он поражает уникальными знаниями в области астрономии, кроме того его глаза различают ультрафиолетовые лучи и он понимает язык зверей. А также, из его разговора с одним из пациентов больницы мы узнаем, что Прот способен видеть молекулы, а его рассказы о родной планете и способность к эмпатии показывают нам гуманистическую направленность его расы. При этом, как выясняется в процессе лечения, его организм не реагирует на большие дозы стандартных медицинских препаратов. Впервые Прот является зрителю в залитом солнечным светом железнодорожном вокзале, где нищий завсегдатый на инвалидом кресле Бойко просит милостыню у прохожих. На перроне он замечает буквально всех, отпускает шуточки, что-то выкрикивает и в какой-то момент вдруг удивленно умолкает, ибо видит нечто. Проследив за направлением его взгляда и камерой, мы видим неподвижно стоящего в лучах света человека. Почему нищий так удивлен, ведь на первый взгляд, в человеке нет ничего необычного, даже если он стоит неподвижно как картонная дурилка, мало ли что бывает. А все дело в том, что нищий видимо не просто обратил внимание на пассажира, а стал единственным свидетелем того, как именно тот появился на перроне. И чуть позже он пытался донести это до женщины-полицейского. Прот появился из ниоткуда, то есть прямо на глазах, в солнечном луче. Его неподвижность в тот момент я объясняю тем, что ему требуется некоторое время для адаптации после скоростного перелета, фактически больше, чем на сам перелет. Здесь появляются вопросы, суть которых будет ясна тем, кто посмотрел весь фильм. Лично я думаю, что в тот момент он прилетел не с планеты Капекс, а откуда-то из другого места Земли. Потому что он появляется в чужом теле, а с этим телом у него связана определенная личная история, значит он не мог прилететь в нем с Капекс впервые. Другой интересный момент, на вокзале мы впервые становимся свидетелями сердобольности Прота, так как он одним из первых поспешил на помощь к пожилой женщине ограбленной хулиганами. Далее его задерживают, поскольку он первым оказался возле жертвы. Видимо иногда лучше оказываться на вторых ролях. И хотя он оправдан свидетелями, его необычные ответы на вопросы позволяют полицейским усомниться в его психическом здоровье и они увозят его в соответствующее заведение. При этом Прот не обнаруживает ни беспокойства, ни удивления и никак не сопротивляется, как можно было бы ожидать от землянина, а с блуждающей улыбкой следует за полицейскими. Напрашивается мысль, что по какой-то причине он сам этого хотел. Кстати, вид Прота производит на меня впечатление некоторой немытости, причину невозможно объяснить не забегая вперед. Может это ассоциативный страх воды, ведь Роберт, тело Прота, тонуло в реке. И здесь возникает еще вопрос, как проходили водные процедуры Прота во время пребывания в клинике, не испытывал ли он страха во время принятия душа, как перед садовым опрыскивателем в гостях у доктора Марка. Следующий интересный момент, когда он уже находится в психиатрическом институте, перед встречей с доктором Марком. Ожидая вызова Прот стоит за стеклянной перегородкой и мы видим, что отражение лица доктора, который повернулся в сторону Прота, в какой-то момент совмещается с ним. Примечательно, что далее, в процессе беседы с доктором, Прот говорит «не бойтесь, я не собираюсь забраться в вас как чужие». Из этих фактов можно сделать вывод, что переселение как таковое Прот практикует, но его внедрение в тело человека не является агрессивным поглощением жертвы. Прота описывают доктору как «нежного словно котенок пациента», и в дальнейшем он полностью оправдывает такую характеристику. А также глубоко шокирует своими секретными знаниями астрономии ученых, которым его показывают, и приобретают популярность и признание среди больных, успешно помогая им с их проблемами. Уникальное познание Протов астрономии считаю хорошим доказательством его внеземного происхождения, так как гениальность некоторых аутистов до такой степени все же не распространяется. Тем более, что это тело, как выяснится впоследствии, тело простого забойщика скота. При этом Прот сообщает, что эти знания доступны каждому ребенку на Капекс. Об этом пациенте абсолютно ничего не известно. Попытки доктора Марка обнаружить личную историю больного и его настоящее имя заканчиваются результативно только после сеансов глубокого гипноза, который доктор счел единственным выходом в сложившейся ситуации. И тут появляется целый пласт информации, который наверняка позволяет сделать вывод, что Прот – пришелец, находящийся в некоем теле. Информация начинает поступать из видений воспоминаний, которые испытывает Прот во время сеансов гипноза. В целом это похоже на раздвоение личности, ибо имеют место какие-то смешанные воспоминания, из которых мы узнаем, что Прот якобы был другом забойщика скота. В дальнейшем подробностей становится больше, и картинка постепенно складывается. Во время второго сеанса гипноза доктор выдвигает имя Пит. Здесь Пит – условное имя друга, поскольку Прот даже в гипнозе отказывается назвать настоящее. Друга выдавать не хочет, зато называет имя его жены и ребенка. Таким образом, а также благодаря огрызку карандаша, оброненному Протом, доктор обнаружил зацепки и впоследствии сумел выяснить, что Прот – это некий забойщик скота из Нью-Мексико, Роберт Портер, переживший семейную трагедию и якобы покончивший с собой, хотя тело его найдено не было. Роковой день 27 июля был днем, когда Роберт Портер пытался убить себя. Во время сеансов гипноза мы узнаем подробности жизни его друга, Прот называет также конкретные даты, если его спрашивают об этом. Узнаем также, что друг иногда зовет его. Как это происходит не ясно. Прот утверждает, что просто чувствует, когда нужен ему. Видимо, Прот все же спас его, забравшись в его тело, раз уж за столько лет Роберта не нашли мертвым. Следовательно, Прот в его теле отправился куда-то еще, и позднее попал в клинику. В клинике, как мы уже знаем, Роберта пытались подвергнуть глубокому лечению, но это невозможно, пока Прот находится в теле. Хотя какую-то необходимую помощь в целом он все-таки получает. В процессе Прот однажды исчезает на несколько дней, вместе с телом Роберта, отправившись в путешествие в другие точки Земли, где продолжает изучение человечества и пишет отчеты для Капекс. Есть еще интересный момент, когда директор клиники упрекает доктора Марка, что он слишком сблизился с пациентом и спрашивает, почему он хочет спасти именно его. На это доктор отвечает, что ему кажется, что Прот сам выбрал его. В самом деле, почему? Может, потому что Прот задумал и хотел спасти остатки своего друга Роберта Портера или есть еще причина? В целом, Прот контролирует свое заимствованное тело, но иногда он становится заложником болезненных ассоциаций, которые выдает ему память хозяина тела. Что и случилось, когда Прот был в гостях у доктора Марка, что собственно и побудило доктора прибегнуть к гипнозу. И, вероятное желание Прота находиться во время приступов в адекватном для этого месте, вполне понятно. Но что если это чувство самого Прота, страдания вызванные сопереживанием своему другу или человеку вообще? Тем не менее, на протяжении всего фильма складывается ощущение, что Прот четко следует своей программе. Он устанавливает точную дату своего отбытия на родную планету, о чем по ходу и сообщил доктору. Это должно произойти 27 июля, ровно через пять лет после трагедии Роберта Портера. Больные соревнуются и спорят, кто улетит с ним, ведь Прот может взять с собой только одного, поскольку он должен лететь в его теле, в противном случае человек не переживет перелета. Прот выбрал Бесс, видимо, как самую несчастную, одинокую и бездомную. У нее нет родных, у нее нет дома, который ей собственно и не нужен, так как она не в состоянии жить самостоятельно. Что произойдет с ней на Капекс неизвестно, возможно она превратится в капексианку. В последних кадрах фильма мы видим, как доктор везет в коляске Протта, впавшего в кататонический ступор, так и не узнав, что это уже не Прот, а тело Роберта Портера, поскольку Прот покинул его, предоставив врачам делать свою работу. Он вообще ничего про это не знал. Ключевой момент – сцена прощания Протта с доктором. Доктор показывает ему фотографию Роберта, утверждает, что Протт и есть Роберт и просит его признать это. Что ж, по-своему он прав, ведь Протт в теле Роберта оказался подвержен гипнозу, его реакцией были реакцией Роберта. Это был все-таки джентльменский набор, тело Роберта и мозг Протта. Являлось ли это каким-то осознанным взаимным согласием или Протт пребывал там инкогнито, считая Роберта своим другом и дружески воздействуя на него. Протт улыбается загадочно и говорит, что возможно согласиться, что он Роберт, если доктор признает, что он с планеты Капекс. В конце Протт говорит, теперь, когда вы нашли Роберта Портера, позаботьтесь о нем. Получается, что Протт одновременно и скрывал друга и хотел для него помощи. В противном случае он был бы просто паразитом. Но он не мог просто вылезти из тела друга и спокойно улететь в световом луче, предоставив полицейским найти труп. Сам похоронить его он конечно же тоже не мог. Короче, назвать все это цепью случайных событий довольно сложно, ибо пришелец высоко развит духовно и технически. Полагаю, что теперь тело Роберта сможет реагировать на лечение и успешно вернется к нормальной жизни, ведь он не был таковым от рождения. По крайней мере, воодушевление и оптимизм доктора располагают к такому выводу. Кстати, в финале почему-то возникает ощущение, что фильм подспудно подводит зрителя к мысли, что история Роберта с его женой и ребенком это карма его профессии. А также появляется соблазн допустить, что после того как Протт отвез Бесс на Капекс, он может быть вернется, и на время поселится в теле доктора, чтобы направлять его. Хотя финальная речь доктора явно исключает такую версию. Интересен еще один момент. Как мы знаем, Протт сообщил, что он не раз посещал Землю. Ясно, что с Капекс он прилетает в своем обличье, затем инкогнито вселяется в чье-нибудь тело, и далее вероятно ненавязчиво существует там одновременно с хозяином, изучая жизнь людей. Судя по всему, особых критериев во время выбора тела у него нет, если конечно он не выбирает самых несчастных. Вопрос, где он приземляется? Возможно, где-нибудь в малолюдном месте, например в таком, каком жил забойщик скота Роберт Портер. Был ли Роберт Портер его первым телом? Первым воспоминанием Протта на сеансе гипноза был гроб отца его друга. Вероятно это беда и привлекла сердобольного Протта к Роберту. Думаю, что при этом он сразу вселился в его тело, поскольку не мог жить на Земле в своем облике. Судя по информации из сеансов гипноза, Протт, будучи другом Роберта, время от времени покидал его, удаляясь на свою планету и появлялся в моменты знаковых событий в жизни своего друга. В дальнейшем это тело вероятно оказалось удобным вариантом, ведь Роберт убил себя, исчез, и Протт был свободен в своих действиях. Протт утверждал, что всегда чувствовал, когда друг зовет его. Видимо, это тот момент, когда человек испытывает потребность в помощи. Последний их контакт был 27 июля, когда Роберт пытался утопить. И в день 27 июля, но через пять лет Протт задумал отправиться домой. Почему так непонятно, возможно потому что это означало вторую смерть Роберта, ведь Протт покинет его тело. Хотя Протт говорил что-то о согласовании воздушных трафиков на Капекс. Но возможно просто чтобы что-то сказать не раскрывая сути. В сущности получается, что после самоубийства Роберта, Протт пять лет оставался в его теле, которое уже не жило своей жизнью и являлось уже таким, каким мы увидели его в финале. Значит, даже если он и был спасен, то превратился в овощ. А ведь мы помним, что на сеансе гипноза, когда доктор просил Протта спасти Роберт от утопления, Протт сказал, что не будет спасать его именно потому что он его друг, и что течение сильное и у Роберта нет шансов. То есть, получается, что он знал, что спасенный Роберт превратится в овощ. Чем после этого занимался Протт и где жил, после каких событий появляется на вокзале в теле Роберта тоже неизвестно. Могу также предположить, что Протт улетал с телом на Капекс, реанимировал его, а затем вернулся и направился в клинику, чтобы оставить Роберта там. Почему же он не забрал его навсегда, как Бесс? Хотя да, у Бесс нет дома, а у Роберта есть домишко у реки, может поэтому. И возможно у него есть шанс вернуться к жизни при помощи доктора Марка. Короче, для меня дальнейшая судьба Роберта Портера является загадкой. Никто кроме пациента в клинике не поверил, что Протт пришелец с Капекс, так что человечество упустило еще одну возможность стать мудрее. Хотя у меня остается вопрос, если по словам Протта расширение Вселенной повторяются и человечество будет снова и снова повторять свои ошибки, значит оно так и останется в начальной фазе своего развития и не продвинется дальше. А ведь Протт появился на Земле потому что его интересовала жизнь человечества в начальной фазе, и возможно потому что он желал нам помочь. Или Протт имел в виду что-то другое, например, то что с каждым расширением Вселенной в каждой фазе своего развития человечество будет делать одни и те же ошибки, роковые для тебя. А на этом все, мир вам, и всех благ.